Сегодня я хочу вам рассказать и показать о такой интересной охоте на зайца Охоте на зайца капканами Не все наверное знают, но охота капканами на зайца у нас в России не запрещена А наоборот даже разрешена Это неспроста Заяц не такой уж глупый зверь Он обладает отличным зрением, изумительным обонянием и достаточно сообразительным умом Что позволяет ему выживать в среде не только хищников, но и человека Итак, что нам понадобится? Нам понадобится, самое главное это капканы Я использую вот такие следовые капканы, потому что я буду ставить капкан под след Какие можно ставить капканы на зайца и нужно ставить? Желательно не ниже первого номера Заяц животное сильное, они очень сильные лапы И он запросто может разогнуть дуги у менее слабых капканов, чем вот эти Я люблю ставить капканы начиная от номера 2, потому что у них дуги достаточно большие И если снега навалит на тропу, то дуги все равно захватят ногу зайца с большей уверенностью, нежели капкан номер 1, не говоря уже о нулевке Вот, важно заранее подготовиться к установке капкана Взять с собой сразу же все необходимое, потому что я буду подходить к месту установки только один раз То есть чем больше я натопчу, тем больше вызову опасности для зайца, тем менее смело он пойдет по своей тропе Капкан нужно ставить либо с отчепом, либо привязать к капкану потаск, так называемый Я делаю на петлю На петлю и еще раз перехлестываю и делаю вторую петлю Получается вот такая штука Уже заяц ее не сорвет Можно проезжать за середину Можно проезжать за середину, главное чтобы у вас с двух концов были вот такие места с сучками Чтобы заяц не сдернул тросик Вот, какой длинный трос? Я использую на своих капканах трос длиной от полутора метров и больше Такая длина позволяет зверю уходить с потаском, ну, свободно И с высокой вероятностью запутаться После того, как он запутается, у него будет свобода действий Если сделать трос короче, чем полтора метра То он с большой вероятностью перетерет его, перегнет, запутается, порвет и уйдет Вот, что еще хочу сказать Можно ставить капкан, конечно, и с приманкой, так скажем, на приваду Как ставят на лесу там или на других зверей Вот, но заяц на приваду идет не очень охотно Как я уже говорил, он очень осторожный, чуткий зверь И поэтому не знаешь каждый раз, какой у него аппетит На какую приваду пойдет, на какую не пойдет А поэтому проще всего ставить на тропе Вот, сейчас я вам покажу Лучше всего капкан устанавливать в тех местах троп, где они пересекаются Вот, заяц с большой вероятностью пробежит по одной из троп И, соответственно, пробежит по перекрестку Вот, я планирую поставить как раз вот в перекрестке На котором сходится сразу же 6 троп здесь Как я тогда буду подходить? Я буду подходить под одной из троп Да, я ее, конечно, нарушу Заяц, возможно, по ней не пойдет Но рядом идет еще дублирующая тропа Вот, она останется для него И он по ней будет ходить Ну все Вот это место выбрано На перекресток я буду ставить капкан Итак, что нам нужно заранее взять с собой Капкан, который мы привяжем заранее к потаску Веточек побольше, которыми мы перекроем пути обскока капкана Палку-маскировалку, которыми мы будем маскировывать свои следы на отходе И салфетку Но салфетку я потом еще покажу Вот, в принципе, и все Сейчас я взведу капкан Приготовлюсь Переставлю камеру И пойду непосредственно уже устанавливать В то место, которое я вам показал Субтитры сделал DimaTorzok Потаск Я утоплю в снег И слегка замаскирую У меня для этого есть палка в маскировалке Вот, как будто здесь птички попрыгали Вот, прутиком Прутиком мы выровняем следы над потаском Вот, пороша Их запорошат И ничего не будет видно Далее мы выбираем место под капканом Я его буду ставить в центр перехода Уплотняем под капканом снег Чтобы он не болтался, когда мы его поставим Это нужно сделать основательно Капкан должен стоять надежно Пожалуй, этому придается больше всего внимания Вот, дальше мы ставим капкан Вот, заяц Заяц по тропе не ходит Как и лиса, например, та же След в след Поэтому нам нужно будет его мотивировать Поставить свою ногу именно в это место Как мы это сделаем Мы это сделаем за счет направления его То есть мы его сами направим в это место Так, маскируем Тросик от капкана Тоже под снег Засыпаем Любой предмет, который будет посторонний И заяц его увидит Может его напугать и насторожить И он не пойдет в капкан Вот, подгребаем аккуратно снег По бокам капкана Дальше что мы делаем Дальше я беру салфетку Чтобы капкан не замерзся Чтобы под Под пятачок капкана не насыпало снега Я кладу салфетку И присыпаю ее Припарашиваю снегом Беру самый свежий снег И делаю как бы порошу Припарашиваю Все Сильно не стоит Пяточка у нас находится вот здесь Можем ее отметить Чтобы мы и знали Потом присыплем опять То есть вот в это место Нам нужно направить зайца Как мы его направим? Мы его направим С помощью С помощью веточек Начинаем делать Выстраивать Заборчик Так называемый Для этого можно брать Самые маленькие веточки И ставим их так Чтобы осталось одно только Свободное место у нас Прохода через капкан Большие ветки не стоит ставить Потому что они так же могут Насторожить зайца А маленьких он не боится После каждого сильного ветра Веточки падают И втыкаются в снег Естественно Он к этому привык И это его не настораживает Вот получилось Что у нас есть проход Только через капкан Вот наша пяточка Везде для него препятствия Кроме вот этого места То есть он уже С большой вероятностью Если дойдет до сюда Он пойдет вот здесь Сюда 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 То есть всегда он пойдет Через наш капкан Вот наша пяточка Да Много не нужно строить Но если вы Хотите Уже более уверенно Зайца поймать Конечно нужно где-то Заборчик продлить На метр На полтора Чтобы у зайца Мы для него оставили Один всего лишь проход Со всех сторон У нас стоит заборчик Который Препятствует зайцу Все Капкан установлен Начинаем отходить Субтитры создавал DimaTorzok Конечно я замаскировал следы так себе Но сегодня снег Обещали Он припорошен И более-менее рельеф выровняет Еще раз покажу поближе Как это получилось Вот капкан установлен Треугольником сделан заборчик И в проеме забора Как раз в центре кадра Стоит капкан Где еще можно ставить капканы? Капканы как я уже сказал Можно ставить на тропах Желательно в местах соединения троп Пересечения троп Или на поворотах троп Желательно капкан ставить на открытом месте Есть такое мнение Что капкан или петлю На зайце нужно ставить В узком месте Где зайце некуда пройти Но я хочу развеять этот миф Да, там можно ставить петлю Но в таких местах Заяц наиболее осторожен и внимателен Подходя к таким узким местам Он снижает скорость И начинает обнюхивать все вокруг На то он и осторожный зверь Поэтому более уверенно Его можно ловить на открытом месте Нежели в узком месте Что еще? Обязательно используйте Очеп Либо потаск Потому что если вы привяжете капкан Намертво к дереву Заяц дверь сильный Как я уже говорил Он будет в нем дергаться очень сильно Повредит себе лапу Во-первых И может ее просто отмолоть Отмолоть И убежит Из капкана Вы придете У вас капкан будет с зайчей лапой Капкан желательно проверять каждые 2-3 дня Если заяц туда попал Он будет верещать Как ребенок Вот Этот виск услышит лиса Скорее всего И она придет проверить На звук раненого так называемого зайца Если она найдет его Она его сожрет Его может сожрать также и хищные птицы Даже вороны могут заклевать Поэтому желательно проверять каждые 2-3 дня Поэтому капканы удобно ставить где-то рядом с жилищем Где вы можете наведываться Если вы не можете приходить чаще То лучше капканы не ставить Вы только попортите зайца Где еще можно ставить капканы У солонцов Зайцы посещают солонцы На местах жировок зайца Где он ходит кормиться Как правило это такие веточки Там тополины, заросли, молодня какой-то У незамерзающих источников воды Если у зайца есть выбор попить водички Либо съесть снег Он конечно же придет и попьет водичку Зачем ему тратить лишнюю энергию зимой Которую он может потратить на обогрев Для того чтобы растапливать снег И превращать его в воду Если вы хотите увидеть мои результаты Постановок моих капканов Подписывайтесь на мой канал В следующих видео Как только зверь попадет Я обязательно это сниму и покажу вам Вы первыми Если вы подписчик моего канала Вы первыми увидите это видео Вам придет извещение Что у меня видео такое вышло Если вы не хотите подписываться По каким-то причинам Но предлагаю посещать мой канал Хотя бы раз в неделю Потому что видео на моем канале Выходят не реже одного-двух раз в неделю Ну и как и обещал В конце этого фильма Я вам покажу секретный раствор Который мне подсказал один дед На самом деле зайцы любят этот раствор А почему? А потому что в нем есть соль Также они могут Любят жрать чай Который охотники выливают Из своего термоса остатки Ну и конечно вот этот секретный желтый раствор Который я вам сегодня показал В начале фильма С вами был Чигравый Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Чтобы я знал что вам нравится И мне нужно продолжать И не останавливаться Делать новые видео Рекомендуйте мои видео Вашим знакомым Если вам было интересно Значит возможно им понравится До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok